Девушки отдыхают Здрасте Здравствуйте, вам кого? Вы знаете этого человека? Да, это мой муж А, секундочку Что? Да? 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Лен, пойдем покажу. У убитого ни документов, ни телефона. Похоже, что ударили его там Угу, к дороге полос Метров двадцать удалил Смотри Велосипед А я-то думал, как он сюда добрался Кажется, он нашелся Аникин Кирилл Казачинович Кирилл Аникин, семнадцать лет Обвинялся в наезде на Савелия Харибина Восьми лет А на чем он наехал? На велосипеде? На машине отчима Ты же сказал, что ему семнадцать Кататься можно и без прав Галина Главна, я не знаю подробности дела, мы уже спросили Хорошо, а что с ребенком? Погиб на месте Аникина Людмила Александровна Я его мать Вы нашли его А вы простите, кто Кирилл? Орехов Виктор Сергеевич Отчим У меня для вас плохая новость Кирилл погиб Кирилл мне как родной Он вообще и к родным так не относится Давно его знаете? Восемь лет Он меня отцом называет Я его учил всему, что сам умею И машину водить? Вот вы о чем Да И машину водить Я не знал, что он поедет кататься Раньше он ездил один? Да так, несколько раз Девчонок возил Я его ругал за это Не знаю Куда он поехал? Зену велик сказал покататься Один или с кем-то? Не знаю Ничего не знаю Мне очень жаль А мы недавно с Виктором Первый взнос внесли по ипотеке Для Кирилла? Да Нулевой цикл Думали вырасти Будет у него своя квартира А теперь ничего не будет Ничего не будет Телефон Кирилла пропал в сети в 20-10 В нескольких километрах от места убийства Любил ездить за городом? Нет ни одного телефона Который двигался бы с ним рядом Перед убийством Значит убийство было заранее спланировано Или же наоборот он случайно встретил убийцу? Дело ясное, что дело темное Иван, ты прям ходячий словарь народной мудрости Почему ходячий? Я сидячий И у меня в запасе есть еще одна Мудрость? Новость В телефоне Кирилла Аникина Множество неотвечных звонков От некоего Алексея Никитина Журналист из городской телекомпании Долгодерска Получили материалы уголовного дела по наезду Кирилл ехал во дворе Со скоростью 40-45 км в час Для двора это очень быстро Савелий Харибин выскочил Из-за прибаркованной машины Кирилл даже не успел притормозить Меня терзают смутные сомнения Точно Кирилл был за рулем? Ни одного вас они терзали, Николай Петрович Следователь тоже подозревал Что Виктор Сергеевич Оспехнул ответственность на пасынка На руле и на рычаге коробки передач Пальцевые следы одного лишь Кирилла А если учим стер свои пальцы Прежде чем выйти из машины? Рисположение кресел, настройка зеркал Все говорит о том, что за рулем был Кирилл Очень хочется побеседовать С родственниками избитого мальчика С родственницей Вера Харибина растила сына в одиночку По-моему, ты не веришь, что она могла убить? Не знаю Я бы смогла Смерть наступила накануне Около двадцати ноль-ноль Плюс-минус полчаса Он умер от потери крови Валя, а это что? Защитный порез Пытался защититься рукой Три удара ножом в живот Скажем так Острым предметом с односторонней заточкой И умер от потери крови Я тоже считаю, что Билли непрофессионально Если бы Кириллу вовремя оказали помощь Он бы выжил Галина Николаевна, я нашел сюжет Долготерского телевидения о ДТП с Аникиным Показывай Там в начале много пафса и никакой информации Вот Самое интересное А сейчас мы попробуем получить комментарий У самого виновника ДТП Кирилла Аникина Что вам надо? Всего несколько вопросов Скажите, вы тормозили, когда увидели мальчика на дороге? Я не знаю Что вам надо? Уходите! 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 Как вам спиртся сейчас, Кирилл? А? Вам не снятся глаза убитого мальчика? Я тебе сейчас на поле! Ну-ка, пускай! Отсюда! Вон отсюда, я сказал! Все снял? Вот такой прием встретил нас в квартире Аникиных Мы обязательно обратимся в правоохранительные органы Алексей Никитин В Долгоозерске не раскрытие? Да. Веселый город Долгоозерск. В роще около подмосковного Долгоозерска зарезан 17-летний Кирилл Аникин. Два месяца назад Кирилл, катаясь на машине отчима Виктора Орехова, сбил 8-летнего Савелия Харибина. Корреспондент Алексей Никитин снимает сюжет о ДТП и бесцеремонно вваливается в квартиру Аникиных. Виктор выбрасывает его из дома. Эти фотографии Вера Харибина выложила на странице Кирилла Аникина в соцсети. Это сбитый мальчик? Да, Савелий. И Кирилл их оставил? Это восстановленные. Кирилл сразу все удалил, а потом закрыл свою страницу для всех, кроме друзей. Я знала, что с Кириллом что-то случится. Так это вы его? Нет, конечно. Хотя, наверное, надо было вместе с отчимом. Они к вам приходили? Да. Виктор Сергеевич, кажется. Чуть не на коленях стоял. Просил, чтобы я на Кирилла в суд не подавала. Боялся, что деньги придется платить? Нет. Обещал заплатить любую сумму, которую я попрошу. Купить меня хотел. Значит, не договорились. Выставила его к чертовой матери. Не могу я больше с этой семейкой разговаривать. А судом пусть адвокат занимается. Нам нужен ваш компьютер. Да забирайте. Мне пофиг. На одежде обуви Веры Харибиной и следов крови не обнаружено. На телефон ее. Во время убийства находился дома. Алиби нет. Грунт на преддверном коврике не совпадает с образцами почвы с места преступления. Ну что, кажется, мы пытаемся обвинить человека на ровном месте? Кириллу 17. За нарушение ПДД со смертью потерпевшего ему грозило до трех лет ограничения свободы. Фактически не больше года. Возможно, Харибина решила сама наказать подростка. Кроме мотива у нее была возможность. Это страница Харибиной. Они с покойным мужем регулярно ходили в велопоходы. Мы выяснили, что вы встречались с Кириллом за три дня до его убийства. Это какая-то ерунда. Смотрите. Это ваш телефон. Это телефон Кирилла. Сразу после кладбища вы поехали к его дому. Я хотела в рожу ему плюнуть. Что-то помешало? Слюны пожалел он, гаденыш. Старший лейтенант, можно на минуту? Я прошу прощения. Мы с вами еще не закончили. Ты внезапно решил мне прокатить на велосипеде убитого? Специально подогнал, чтобы тебе показать. Что это? Земля. Ее здесь слишком много, чтобы она оказалась случайно. Точно такой же грунт на предверном коврике Харибиной. Там кровь есть? Нет, но в ее компьютере очень много запросов на тему наговор и проклятие. Эта земля с кладбища. С могил ее сына. Офигеть. Спасибо, Вань. Псих. Самое большое проклятие, это проклятие на кладбищенской земле. Это вы в интернете прочитали? Там все можно найти. Значит, вы... Я прокляла Кирилла и весь его рот до седьмого колена. Вы говорили о чем Кирилла чуть ли не на коленях, просил прощения. Лицемерная тварь. Прощения он просил. А потом этому парню с телевидения чуть руку не сломал. Так он раскаялся. Да гореть ему в отдыхности с его гаденышем. Проводите, пожалуйста. Вы спрашиваете, убила ли я его? Конечно, убила, а она сработала. Высшие силы за меня отомстили. За меня и за моего сына. Я вас ненавижу. Ненавижу, боти вы прокляты. Сдохните, сдохните. Ненавижу. Сдохните, сдохните все. Алексей Никитин, Долгозерское городское телевидение. Как она узнала о сломанной руке? В сюжете этого не видно. Позвонила в телекомпанию. Кстати, Алексей Никитин уволился по собственному желанию. Сам? Разумеется. Начальство делает предложение, от которого невозможно отказаться. Это связано с его сюжетом? Он, кстати, не вышел в эфир. Начальство решил, что он слишком скандальный для местного телевидения. После ролика в интернете Никитину стали поступать интересные смс-очки с угрозами. Откуда ты это знаешь? Никитин писал об этом в соцсети. Друзья после моего ролика в интернете мне стали поступать интересные смс-очки. Ну-ка, ну-ка. Так. Конченая мразь. Думаешь, останешься безнаказанным? Сдохнешь, как собака. Я хочу сказать тому, кто это присылает. Ложил я на вас с пробором. Никитин потерял за Кирилла работу. К тому же, похоже, Кирилл ему угрожал. Во время отправки большей части сообщения Кирилл занимался у репетитора. Значит, их отправлял отчим? Виктор Сергеевич был в городе Электрокамни. А мать? Людмила Александровна была на работе. Вы меня подозреваете? Вам, наверное, все это говорят. Девять из десяти. Значит, я не оригинален. А вы пытаетесь поразить меня остротой своего ума? Нет, просто подерживаю разговор. Заполняю паузу. Приложите ладони. Достаточно. На велосипеде Кирилла Аникина есть отпечатки ваших пальцев. Ну и что это значит? Вы подозреваетесь в его убийстве. Черт. Накаркал, что ли? Прошу. Да я пытался поговорить с Кириллом во дворе. Он проезжал на велосипеде, я его остановил. Зачем мне убивать-то? Он лишил вас заработка? Он сделал меня знаменитым. Репортаж, в котором меня выбрасывают из квартиры, посмотрело 700 тысяч человек. Но с работы-то вас уволили. Да я сам ушел. Мне предложили работу на областном канале. Им нужны такие пробивные ребята, как я. Не то, что в нашем болоте. Да и по деньгам там в два раза больше. В вашей квартире обнаружен мобильный телефон, с которого вам отправляли смс-ки с угрозами. На нем ваши пальцевые следы. Пффф, вы меня поймали. Это я сам отправлял себе эти смс-ки. Зачем? Поддерживать градус популярности. Это же разы самопиара. Да я даже благодарен этому чуваку, который выгнал меня из квартиры. Кто бы меня знал. ФЭС расследует убийство 17-летнего Кирилла Аникина. Два месяца назад Кирилл на машине отчима сбил 8-летнего мальчика. Репортаж об этом ДТП снял журналист Долгоозерского телевидения Алексей Никитин. Материал получается слишком скандальным и в эфир не выходит. Никитин увольняется с работы, но утверждает, что благодаря этому ролику он получил работу в областной телекомпании. Оксана? Лень, смотри, какое видео я нашла в компьютере журналиста. Кирилл Аникин вышел от своего приятеля и пошел домой. Мальчик, иди отсюда! Кирилл Аникин вышел из этого... Мальчик, я тебя поймаю сейчас. Кирилл Аникин вышел вот из этого подъезда и пошел к себе домой. Я тебя поймаю сейчас. Это черновые записи, но главное, здесь не люди. Около дома приятеля большие высохшие лужи с желтыми разводами. Пыльца деревьев прибитая дождем. Смотри на коврики. На них точно такая же пыльца. Машина Виктора Орехова стояла на стоянке в полиции, я только аккумулятор зарядил. При запуске мотора включается радиостанция «Музыка ретро». А что слушал Кирилл Аникин? Современную, в основном рэп. А чьи пальчики на кнопках в мультимедии? Отчима. И еще, во время наезда на ребенка в машине находился телефон Орехова вместе с телефоном Кирилла. Он был в машине во время ДТП? Телефон стоял в машине на зарядке, я забыл про него. Попросил Кирилла принести, дал ему ключи. А он поехал кататься? Да, я ничего не знал. На ковриках вашей машины обнаружены пыльца от деревьев. Кирилл испачкал обувь у дома приятеля. У вашего дома такой пыльцы нет. Ни к чему вы это. Сядьте, пожалуйста, в машину на пассажирское кресло. Концентрация пыльцы на пассажирском коврике гораздо выше, чем на водительском. Ну и что? Выходите. Кирилл сидел на обоих креслах, но на пассажирском намного дольше. Это вы были за рулем во время наезда на Савелия Харибина. Кирилл взял вашу вину на себя. Пап, тебе надо уходить. Я скажу, что уехал покататься, я все возьму на себя. Нет, нет. Ты же испортишь себе жизнь. Меня не посадят, мне нет восемнадцати. ДТП это не тяжелая статья, мы проходили в школе. Нет, так нельзя, так нельзя. Ты... Это я должен тебя защищать. Пап, ну давай. Спасибо. Спасибо, сын. Вы ничего не докажете. Да любой адвокат объяснит, что пыльца могла попасть на коврике когда угодно. У вас ничего нет. Мы посадим вас за убийство Кирилла. Да зачем мне убивать сына? Пасынка. Он был единственным свидетелем, кто мог обвинить вас на езде. Да Кирилл мне был как родной, понимаете? Как родной. Я в него душу вложил. На ваших брюках обнаружена кровь Кирилла. Да это мы в футбол играли, ему мечом нос разбили. Да вы уже соврали. Вашим словам грош цена. Правду хотите, да? Хорошо. Да, это я. Это я сбил пацана. Я тогда выпил немного. Да он возник перед машиной. Я бы даже трезвый не успел бы затормозить. Вы подставили Кирилла? Нет. Нет. Это он мне сам предложил, чтобы спасти меня, понимаете? Спасти. Потому что он мой сын. Мой сын! Где вы были в 8 часов вечера в день убийства? В Москве по работе. Потом поехал в электрокамни. Виктор Сергеевич Орехов работает директором управляющей компании двух жилых комплексов. Один в Долгоозерске, другой в электрокамнях. Абсолютно верно. Поэтому неделю он проводит в одном городе, а неделю в другом. Зато денег в два раза больше гримин. На банковскую карту поступают зарплаты только из Долгоозерска. Может, он тут налом платит? У него есть другая карта. Маленький банк с главным офисом в электрокамнях. Прячется от налогов? Я пробила вторую карту. Покупка трех килограммов картофеля, двух пакетов молока и трех десятков яиц. Это прямо на небольшую семью. Ну или он ест три горла. Как ты. У Орехова нет своей страницы в социальных сетях. В этом нет криминала. На страницах сожительницы и пасынка нет фотографий Виктора. От слова совсем. Ну, возможно, он просто не любит выставлять на показ свою личную жизнь. Чисто формально он не женат. И опять же, чисто формально к Кириллу он не имеет никакого отношения. Иван, если ты и дальше будешь продолжать тянуть время, я обещаю тебе, чисто конкретно. Я понял. У Орехова телефон на две симки. С одной он общается с людьми из Долгоозерска, подругой из электрокамней. У него в электрокамнях кто-то есть? Ну, чаще всего он созванился с некой Ириной Баронкиной. Вы что, издеваетесь? Разумеется, знаю. Это мой муж Виктор. Но ваш брак, он зарегистрирован? Боже мой, да кто сейчас смотрит на эти штампики в паспорте? Мы вместе уже более девяти лет. И у Жени чуть ли не всю жизнь папой называет. Это Женя? Да, это моя дочь Женя. Ей шестнадцать лет. Мы сейчас как раз с Виктором квартиру покупаем. Не рановато? Ну, пока нулевой цикл. Пока только яму вырыли, первый износ сделали. Пока Женя вырастет и дом появится. А где вы были три дня назад в восемь часов вечера? А, мы с Виктором были на концерте в Москве. Нам Женя билеты подарила. А сама Анна где была? Она была в это время у подруги. Она у нее часто остается. Так в чем дело-то? Ирина Андреевна, у меня для вас не очень хорошая новость. Подруга подтверждает алиби Евгения Баронкина. Говорит, весь вечер перепива обсуждали пацанов из класса. Что с ее матерью Ириной Баронкиной? С ней еще проще. Они с мужем, или как правильно сказать, полумужем, недомужем, двоеженцем, извращенцем. Правильно будет, не морочите голову. Так вот, они действительно были в Москве на концерте. Я нашел их на камере наблюдения в метро. Я была почти уверена, что Кирилла убила вторая жена. Мы познакомились с Виктором почти десять лет назад. А через полгода он переехал к нам в квартиру. Я думала, вот оно, мое женское счастье. А как Евгению отнеслась появление в доме постороннего мужчины? Ей было всего семь лет. И она мечтала о том, что когда-нибудь ее папа отведет за ручку в школу. Как водили ее подругу. Мечта сбылась? Да. А потом папа подружки куда-то исчез, и уже она смотрела завистью на мою дочь. А вы не собирались завести общих детей? У нас не получилось. Причина была в вас или в нем? Виктор не мог иметь детей. И это не лечится. Он так мечтал иметь сына. Может, поэтому он и завел у себя вторую семью. Какую семью? Мам, ты о чем? Это Женя, моя дочь. Какого черта? Какую еще семью? Тише, я тебе потом объясню все. Он какой-то тайный агент. Гений конспирации. Столько лет порочить голову двум теткам. А почему морочить? Он любил обеих детей, а они его обожали. Бабушка Козлика очень любила. Состоятельчик, козел. Может, дать тебе затычки, а то сейчас пара из ушей пойдет. Если я возьму затычки, моя голова лопнет от возмущения. Спасибо за заботу. Кстати, о заботе. Тебе не кажется странным, что история с ипотекой для обоих детей совпадает один в один? А что тебя смущает? Ну, как-то обе одновременно озаботились квартирами. Все оформляют на детей. Естественно. Орехов же не может на себя ничего оформить. Об этом сразу узнают вторые жены. Да, в этой женстве есть свои минусы. Сказал их все. Пришла детализация мобильного телефона второй жены Орехова. Ирины Баронкиной? Угу. И выяснилось, что за последние два месяца жены созванивались аж три раза. Ты хочешь сказать, что они все знали? Разрешите? Да, конечно. Два месяца назад телефон Баронкиной побывал в Долгозерске. И не просто в городе. Ирина приходила к дому или в дом Каникина. Может, она просто проходила мимо? Баронкина провела там два часа. Очень похоже на женский сговор. Но они же не могли договориться убить сына одной из них. Видимо, что-то пошло не так. Да, у меня и раньше возникали мысли, что гуляет и заменяет, но я гнала их прочь. Думала, хороший мужик, заботится, деньги приносит. Что тебе еще надо, глупая баба. Как узнали? А он однажды вернулся с дорогими часами на руках. Я спросила, откуда. А он сказал, что ему народ из жилищного комплекса подарил. За хорошую работу. Вы не поверили? Ну, конечно, нет. Дождешься от них подарков. Скорее, по судам затаскают. А главное, почему он тогда мне сам не рассказал все? Почему не похвастался? И вы проследили? У нас между Электрокамнями и Долгоозерском пустили электричку через Москву. Всего час небольшим идет. На машине даже дольше. Ну, вот именно. Ну, и вечерком я решила поехать посмотреть, куда мой Витенька после работы пойдет. Ну, а когда он вернулся через неделю домой, я поехала туда знакомиться с ее второй женой. Здравствуйте. Вам кого? Вы знаете этого человека? Да, это мой муж. А, секундочку. Мы сначала подрались, потом поплакали. Представляете, две взрослые дуры, морды в кровь. Обе сидят на полу и ревут в голос. Кажется, я вас немного понимаю. А потом мы с Иркой напились и решили сделать так, чтобы этот гад ответил за свой обман. Что вы придумали? Возьмем обе ипотеки на детей. Первый взнос несет Виктор. А потом скажем, что взяли в долг у знакомых. Думаете, это сработало бы? Ну, если бы одна сделала, то нет. А когда обе, он бы разрывался между судами, и тогда бы мы его дожали. Детям сказали. А мы им не стали ничего говорить. Они бы могли все испортить. Наверняка проболтались бы. Представляете, восемь лет мы ничего не знали друг о друге. Он дарил одни и те же духи, одни и те же подарки. А вы никогда не заглядывали ему в телефон? А я только когда узнала о второй семье, поняла. Ни разу не оставлял он свой телефон без присмотра. Ни разу. А как же ваши подарки, одежда? Вы же наверняка ему покупали что-нибудь на свой вкус. Перед тем, как вернуться, он ушел в свой кабинет. Там переодевался и возвращался в том, в чем уехал. Извините, я на минутку. Я была Петрович. До вашей макомметрии Баронкиных я нашла следы просмотра Долгоозерского ролика. Это Тамги Орехов вышвыривает репортера. Ага. В сети он называется «Управляющий жилым комплексом зверски избивает журналиста». Прямо как специально для Ирины Баронкиной. Нельзя не посмотреть. Вы меня обманули? А сейчас мы попробуем получить комментарий у самого виновника ДТП Кирилла Аникина. Что вам надо? Всего несколько вопросов. Скажите, вы тормозили, когда увидели мальчика на дороге? Я не знаю. Что вам надо? Уходите! Что делать? Уходите! Как вам спивка сейчас, Кирилл? Вам не снятся глаза убитого мальчика? Да, сейчас нормально. Да отпустите. Вы знали о том, что пацанок Виктор Сергеевич избил ребенка? Да я никогда его не видела. Что это? Витя здесь на себя не похож. Она не врет. Во время просмотра этого ролика Ирина Андреевна была на работе. Остается ее дочь Евгения. Она звонила в городскую телекомпанию «Долгозерск», а потом самому автору сюжета. Выясняла подробности жизни второй семьи? Да. Адреса, пароли, явки. Все-все, вот такой прием, встретим вас в квартире Амитина. Мы обязательно обратимся в правоохранительные органы. Алексей Никитин, «Долгозерская» городская телевидение. Зачем вы мне это показываете? Я уже видела этот ролик. Значит, ты знала? Ну да. У папы есть еще одна семья. Там пацан сбил какого-то ребенка. Вообще-то он не сбивал. Приложить ладонь. Он взял на себя винового Виктора Сергеевича. Мне без разницы. На ее одежде нет следов крови. Собери обувь. В контроле разберутся. Что, мне за идиотку считаете? Если бы я убила братца, я бы выкинула всю одежду и обувь. Скажите, у вас велосипед есть? Ну да. У папы в гараже стоит. А что? На кроссовке след от машинного масла. На обуви Евгении нет грунта с места убийства. Я так понимаю, что вот на этих кроссовках его особенно нет. Нет, да. В смысле, да, что нет. Иван, ты меня пугаешь. Я хотел сказать, что вот это пятно отличается от масла, которым был смазан велосипед Евгении. А ты что, и правда думал, что она из электрокамней поедет в долгозерство на своем велосипеде? Его можно в тамбур электрички поставить. Отличная маскировка для человека, отправляющегося на убийство. Я все понял. Уже ищу прокат велосипедов в долгозерске. Знаете, сколько в долгозерске пунктов проката велосипедов? А мне это зачем? Всего три. Как вы думаете, запомнят прокатчики такую красивую девушку, как вы? Ну и что? Ездила в долгозерск, каталась там на велике. Мы нашли велосипед с вашими пальцевыми следами. Держите. Посветите, пожалуйста, на руль. Что это? Светящиеся пятна – это кровь. Кровь Кирилла Никина. Давай, догоняй. Все, отличное место. Отличное? И для чего? Вообще-то у нас с тобой круглая дата, третье свидание. Нам надо поговорить. Вообще-то ты мой брат. И, конечно, не родной, но у нас с тобой вообще отчим. Ты про Виктора Сергеевича? У человека должна быть одна семья. И если мой папа не может сделать выбор, то я помогу ему. Я ничего не понимаю. А-а-а! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотела убить папину вторую жену. Но эта дура все время на виду. Я подумала и решила, что и пацан сойдет. Обычно семьи разваливаются, когда умирает ребенок. А зачем моему папе семья с проблемами, когда у него есть нормальная семья? Нормальная-то ваша? Ну, а чья же еще? Я думаю, папа меня поймет. Я уверена в этом. А я думаю, что нет. Да и семьи у тебя уже как таковой тоже нет. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь? Ты с ума сошла? Что ты делаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА